Здравствуйте! Всем хочется, чтобы почва была плодородной и пушистой. И в этом ролике мы разберем, как сделать, чтобы почва на вашем участке давала обильный урожай. Какими агротехническими приемами воспользоваться для этого? Ну, почва – это живой организм, и она живет по своим законам. Любая почва, а их бывают три разновидности. Я думаю, что вы, может быть, и знаете, но стараюсь напомнить какие-то основные моменты. На почве бывают песчаны-супешчаны, суглинистые и торфяники. Так вот, они вроде все разные, разные подходы к этим почвам, но есть одно условие, в которых эти почвы повышают свое плодородие. Свое плодородие они повышают принесение органики. Ну, если раньше с органика не было проблем, органику можно было достать везде, мы тогда все говорили о навозе, о курином помете и прочее, то сейчас количество органики резко сокращается. Почему? Потому что новая технология в животноводстве и органики гораздо меньше. Нам достаются доступны уже очень немногие органические материалы. Сейчас они та же солома, опилки, потому что появилось много опилорам, и мицелий, грибной мицелий. Эти препараты, эти как бы доступные органические материалы. Все другие становятся как бы более-менее доступные. Ну, у нас есть еще очень хороший, еще один резерв – это седерация почвы. Ну, давайте сразу разберемся по органическим материалам. Ну, что любой органический материал мы вносим лучше с осени в нашу почву, потому что он нейтрализуется, уничтожаются болезнетворные бактерии в органике под действием холода, и эта органика будет носить почву в пользу. Ну, вот разберем по парадку. Значит, внести солому. Если внести просто обыкновенную солому в почву, значит, большой эффект мы можем получить. Почва становится рыхлой, но она забирает при разложении из почвы азот, поэтому растения будут расти плохо. Поэтому, перед тем, как вносить солому, эту солому мы обильно смачиваем азотными удаврениями. Подойдет и мочевина, подойдет и селитра, подойдет сульфат аммония. Ну, где-то 100 грамм на 10 литров воды. Обрызгиваем этот материал, и после этого мы заделываем его почву. Конечно, лучше, если он измельченный, потому что грубую большую солому, как бы, там почвенный микроорганизм переварить не могут. А с кусочками соломы они справляются легко. Длина измельченной соломы должна быть где-то 3-5 сантиметров. Трудно для вас? Значит, берем дальше, берем опилки. Опилки идут только лиственных пород, потому что хвойные медленно разлагаются, и они будут закислять почву. Лиственные опилки точно так же мы почву не заделываем. Первый год, если мы берем опилки, мы просто-напросто мульчируем почву. Мульчируем почву, поливаем азотными удобрениями. Под действием солнца, под действием осадков, поливов, эти опилки постепенно минерализуются, кости не превышаются, потемнеют, и вот после этого осень только можем заделать почву. Если просто заделать почву, мы вызовем голодание наших растений, и наши растения будут развиваться хуже, чем мы не вносили те же опилки. Грибной мицелий. Грибной мицелий тоже доступный такой материал, который сейчас появляется у многих предприятий. Что с ним необходимо сделать? Его необходимо произвестковать. Произвесткованный материал вносится в почву. Он разрыхлит почву, придает ей хорошую структуру. Она будет влажной и влагоемкой. Ну, нет у вас этих материалов, не беда. На рынке большой выбор сидератов. Сидератов где-то продается порядка 10-15 наименований. Любые сидераты подойдут вам. Ну, значит, самый оптимальный вариант, если мы какой-то участок оставляем и сделаем за сезон дважды сидерацию. Высеваем, например, первый раз высеяли речку. Речку мы в конце июня, начале июля заделали в почву, и по этой, уже по хате, по этой зябе, мы опять высеваем следующий этап. Следующий этап сидератов. Значит, если так два раза засели, заделали в почву и на зиму опять заделали, уже в основе вы заметите, как ваша почва стала пушистой и плодородная. На ней растут многие культуры. Конечно, если это будет картофель и другие культуры, которые не относятся к семейству крестоцветных. Потому что любые красноцветные культуры, неважно, будь то редиска, дайкон, капуста или тоже крест-салат, они будут просто-напросто болеть и погибать на такой почве. Поэтому, конечно, учитывайте, как сидераты действуют на последующую культуру. Есть, конечно, сидераты, которые нейтральны к нашим овощным граткам. Почему нейтральны? Потому что таких овощных культур нет в наших гратках. Это фацелия и овес. Фацелия и овес – это две культуры, которые имеют родственников среди овощных культур, и они прекрасно отходят для сидерации. Ну, заделывать, я советую, если улучшить плодородие почвы, органику лучше заделывать. Если вы уже за пару лет добили, чтобы почва стала уже плодородной и стала влагопроницаемой, воздухопроницаемой, ну, значит, сидераты можно на зиму оставить. Они будут защищать верхний слой почвы от иссушения и растрескивания весной. Далее, по сидерации, что еще необходимо помнить, что любая сидерация, то есть заделка любых зеленых растений, должна производиться в фазе бутонизации, не позже. Потому что некоторые, как бы, дашники забывают, они уже образуют семена, новые сидераты, потом заделываются семенами. Семена имеют способность почвы все-таки дозариваться и потом превращаются на доядливые сорняки. Поэтому главное не пропустить момент. Если вы не успеваете, скосите. Сидераты все равно надо перезаделкой скашивать. Поэтому, если вы не скоро заделываете, скосите. Лучше пусть они подсохнут, чем вы будете перезлили сидераты заделывать почву. Ну и что? Сейчас же технологии меняются. Меняются технологии. И что необходимо сделать? Сейчас точно так же. Я вот попробовал. И мне понравилось. Для того, чтобы уменьшить количество болезнетворных бактерий в почвах, грибках различных, перед тем, как делать какую-то перекопку почвы, я беру, лобильно опрыскиваю почву. Что я использую? Я использую два препарата. Синную палочку и триходерму. Эти два препарата раствораю по инструкции в воде и обрызгиваю поверхность почвы. Значит, моя почва становится уже чистой, более стерильной, и она пригодна потом для овощных культур. Это прекрасный такой компонент, который очищает верхний слой почвы. Микрофлору почвы он очищает от вредных, нежелательных нам микроорганизмов. Поэтому это также берите, ну, воспользуйтесь, потому что эффект хороший, и я думаю, что вы будете применять их на своем участке. Так вот, поняли. Внесение органики, сидерация и внесение бактериальных препаратов, живых микробов. Все эти три приема дадут вам то, что ваша почва станет подородной и пушистой, вода будет просаживаться словно через сито, а растения будут расти только как на дрожжах и давать вам хорошие урожаи, вкусных и полезных для здоровья плодов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok